В самом начале мне хотелось бы открыть вам книгу, которая называется «Требник». Это книга, которой пользуется священник на всякую потребу. Крестит, венчает, соборует, отпевает. То есть это спутница каждого священника. В этих книгах собраны тексты молебнов, благодарственных молебнов. И вот мне хотелось бы остановиться лишь только на вступлении к благодарению о получении прошения и о всяком благодеянии Божиим. Этот текст, в отличие от всего остального, прописанный черным текстом, выделен текстом красным. То есть это особое обращение иереев, читающих, и особое обращение людей, которые слушают и читают. Давайте прочтем немного из этого вступления красным о том, что здесь написано в начале благодарственного молебна. «Вестно будет, то есть да будет известно, всякому правоверному христианину, яко им же образом должны есть мы, от всех потребных нам душевных же и телесных, тайне во своей клете, то есть в своей комнате, и явно в церкви Богу, яко благодателю нашему, благодарение сотворите. Да никак, о неблагодарные, о благодеянии его, ежи к нам явимся, и не то, чью полученного благодеяния, люте, отщитимся, лишимся того, что получаем, но и вечные казни повинны обрящимся, но и будем подвергнуты вечных мук». И далее по тексту обращение уже к священнику. Иерей Божий, да должен призывать достойно людей Божьих, ему врученных, «Я же Богу суть, благодеяние, учите, творите, от ваших борук, кровь погнибнет их, душ люте, взыщется». То есть, если мы не учим людей благодарить Бога, то от нас, от священников, взыщатся те страдания, которые переживают люди. И далее прилагается текст благодарственного молебна. Раньше на Руси всегда о всяком благодеянии христиане приходили в церковь и заказывали благодарственный молебен. А сегодня мы получаем благодеяние. Ну, в лучшем случае скажем, да, хорошо, кто-то нам помог, знакомые, близкие, врачи, лекарства, деньги, зарплаты, начальствующие. Но только мы иногда забываем за все благодарить Бога. И, как говорил старец Паисий, святогорец, если мы не научимся Бога благодарить в благости, то есть тогда, когда нам хорошо, как будем благодарить тогда, когда постигнут нас скорби? Вот представляете, пока тебе хорошо, ты на ногах стоишь, у тебя руки работают, научись вот в это время твоего благоденствия за все Бога благодарить. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, всегда радуйтесь. Самым главным возгласом, касающимся благодарения Господа, в божественной литургии, выделен в самой середине литургии, и все мы, посещающие эту божественную службу, слышим его. Благодарим Господа. Это о чем? Каждый христианин должен понимать, что в храм он идет, не просить у Бога, а благодарить. Вот потому Евхаристия называется благодарение, общее дело, общее благодарение. И счастлив человек, который поймет это, что перед Богом он не приходит постоять с одним только. Дай! Дай! А благодарю Тебя, Господи. Вот я хочу попросить всех тех, кто сегодня стоит в храме, в следующий раз, когда вы придете, ничего не просите. Вот попробуйте всю литургию отстоять с одной благодарностью. Благодарю Тебя, Господи, за то, что живы мои родные, дети, у кого есть внуки, за то, что руки двигаются, ноги стоят. Дышу, Господи, смотрю, слышу, Господи. Благодарю Тебя, Господи. Вот стойте и благодарите. Ничего не проехали. Вот попробуйте один раз, не просто прийти. Вот мне то надо, и это мне, Господи, да, и тому, да, и вот тот попросил. Благодарю. Потому что сказано о благодарности, что благодарный человек, а с церковно-славянского языка «благодарный» переводится как «благодатный». А благодатный – это сильный человек. Если мы научимся благодарить Господа, мы будем сильнее, чем неблагодарный, потому что неблагодарный никогда не достоин новых даров. Вы слышите, как тот раб неблагодарный и зарыл Богом данное и получил воздаяние. Потому хотелось бы, дорогие, напомнить вам слова Священного Писания. «Надежда неблагодарных растает, как зимний иней, и вытечет, как негодная вода». Ух, какое выражение! Если ты надеешься что-то еще получить, что-то сделать в жизни и не научился благодарить Господа, то твоя надежда, как, знаете, вот этот белый порошочек на крыше, он так быстро тает и выливается, как негодная вода. Неблагодарный человек не может быть счастливым человеком. Как правило, он гневливый, злой, раздраженный. Он несчастный человек. И наоборот, человек, который за все благодарит Бога, достоин и новых благодеяний. Об этом сегодня Божественное Евангелие. Когда Господь проходил мимо Галилеи, то встретил 10 прокаженных. Кто эти люди? Они жили за пределами города. Это люди, которые имели такую болезнь, которая заставляла изолироваться их от общества. Они, не имея права подойти к Нему, кричат, кричат Ему и просят Его об исцелении. И Христос говорит, исцеляя их одним только словом, пойдите, покажитесь освященникам и принесите дар, который положен вам по тексту Писания, еще указанный от Моисея. Смотрите, и Христос отправляет. Вы выздоровели, идите в церковь и принесите благодарение. И те побежали, все 10 повернулись и побежали. А только один, причем самарянин, который считался человеком нечистым для евреев, он один возвратился и принес благодарение Богу, поклонился и возблагодарил Создателя за исцеление. И принес Христу свои благодарственные слова. И Христос, не укоряя, а сожалея о тех неблагодарных, говорит, не 10 ли очистились, а где ведь, где? Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме иноплеменника сего? И говорит исцеленному иноплеменнику, иди, вера твоя спасла тебя. Вот сегодняшнее, кажется, простое Евангелие. Но оно очень ясный указатель для всех нас, дорогие братья и сестры, в том, что статистика осталась та же. Из 10 получивших благодарность, 9 остаются неблагодарными. Сколько раз и мы с вами иногда помогали людям в надежде, что они этого не забудут. Вот как часто они забывали добрые дела, как те иудеи, которые побежали сразу. Но они же выздоровели, понимаете, сколько появилось теперь забот, дел, развлечений. Зачем теперь им Бог? Они теперь здоровы, а больные, которые еще страждут, они больше молятся. И как важно, что когда мы выздоравливаем или чувствуем себя еще относительно здоровыми, приходить каждое воскресенье и благодарить Господа за то, что мы получаем. О неблагодарности как-то спросили старца Паисия. Геронда, а что, действительно ли за всякое дело нужно говорить слава Богу? И он сказал, да, учитесь, пока все доброе вокруг за доброе Бога благодарить, потому что, когда это отнимется, так важно оставить в сердце чувство благодарности. И привел один очень интересный пример, который я вам приведу. У Паисия есть такое замечательное сравнение, он приводит пример одну женщину, у которой была неблагодарная дочка. Все временно кричала, а мы понимаем, что неблагодарный это гордый человек. У него все не так, это человек всегда раздраженный, у него все не по нему. Он чувствует, что он всегда большего достоин. Ему дают меньше, а он достоин большего. А почему не мне? Почему ему или ей? И вот была такая дочка у одной матери. И он сам говорит, в месте, где мы жили, очень много росло винограда, из винограда делали варенье. Вот у нас есть вишневое, яблочное варенье на Кубани, а у них виноградное варенье даже делали. И вот ночью просыпается эта дочка и кричит, мама, варенье хочу, хочу варенье, хочу варенье. Мама просыпается сквозь ночь, идет, достает варенье виноградное и приносит доченьке. Та поела, ну и пошла, мама легла спать. И поистине святогорец говорит, только она начала присыпать, вдруг она опять кричит, мама, я хочу теперь сметаны. Ну, доченька, не кричи, тут детки спят, люди проснутся, пошла сметаны достала, там открыла. Ну, на, поешь, та сметаны поела. Только прилегла, та опять. Мама, хочу, чтобы сметану смешать с вареньем. Вот помешай мне сметану с вареньем, не наелась. Мама идет, берет сметану, с вареньем мешает и приносит доченьке. Вы слышите, ни разу слово мама, спасибо, ты проснулась, ты принесла, спаси тебя, Господи, мамочка. Это только наращивает аппетит. И она поела смешанную сметану с вареньем виноградным. Мама пошла, только приснула, снова крик доченьки неблагодарной. Мама, не хочу так, раздели сметану от варенья. Ну и мама тут всыпала ей, как Паисий говорит. Вот так, дорогие, бывает и с нами. За нашу неблагодарность мы только просим. Ты нам, Господи, дай, я что-то стоял, тебе свечку принес. Один даже приходил в храм и говорит, а я вот не хожу в церковь. Почему, спрашиваю. А я Богу свечки ставил, а мне ничего не исполнилось. Представляете, какую надо иметь веру в свечку, что вот свечку поставил и ты вышел и получил. Тогда бы, если бы, представьте, за одну свечу исполнялись все наши желания. Наши храмы превратились бы прежде всего в поликлиники, куда люди очередями стояли за свечой, потому что ты же поставил и никакого коронавируса, и никакой простуды, и вообще никаких болезней. Свечку главное поставь. В свечку люди бы верили, а не в Бога. Бог не хочет, чтобы мы верили в свечи, потому что Ему принадлежат все светильники мира. Бог хочет, чтобы мы Ему сердце свое отдали. Вот давайте мы вместе с вами поблагодарим Господа за то, что мы вообще сегодня были пред Господом. Поблагодарим Господа за то, что мы с вами сегодня причастились к его святых христовых тайн. Почему святая церковь говорит, не уходи, не помолившись благодарственными молитвами, потому что Иуда причастился и ушел. Вот есть такие, мне аж страшно за таких людей. Он причастился и смотрю, вот еще причащаем, а он уже пошел. Вот Иуда. Тот тоже причастился. Иуда причастился к святых христовых тайн и пошел. Куда? И дьявол вошел его, и он пошел в Синедрион и предал своего учителя Иисуса Христа и его распяли. Вот грех Иуды неблагодарность, вот последствия неблагодарного человека. И наоборот, останьтесь, не спешите, вы сегодня причастились, постойте, выслушайте или домой придите, если некогда, но обязательно поблагодарите Господа за святое причастие. Я хочу попросить каждого из вас, кто бы что не сделал доброго, вот сколько нам люди делают, ну казалось бы, такая мелочь, ну позвоните этому человеку, вот позвоните и скажите, благодарю тебя от сердца. Как ему будет приятно. Если нет, даже вот смсочку отправьте, благодарю вас за то, что вы, да это что, для меня ничего не стоило, нет, 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 вы знаете, вот мы в церкви учимся и Бог нас учит, за все благодарите, непрестанно молитесь, вот тогда будете радоваться. Потому благодарный человек, радостный, и поэтому радость эту Христос дает не просто в той жизни, понимаете, вот мы хотим здесь и сейчас, да, радость достойна того, кто уже здесь благодарит Бога и за это эту радость получает. И наоборот, человек неблагодарный, он никогда не будет испытывать радости, у него всего будет не хватать. Вот они эти, и революционеры, и недовольные, свергающие, все на своем пути, я даже не буду перечислять. А когда мы за все будем благодарить, мы будем жить по-другому. Но к этому еще хочу попросить вам приложить благодарность не только людям. Да, поблагодарили человека. Да, поблагодарили того, кто сделал нам что-то доброе. Но после этого не забудьте, если не предварить, то сразу после вознести хвалу Богу и сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты на моем пути послал этого человека, через которого я получил сегодня благодеяние. вот это уже живой разговор с живым Богом. Не забывайте Бога за все благодарить. Вот это понятие благодарности выражено вот в таких замечательных словах. Я Бога каждый день благодарю за то, что Он всегда со мною рядом, за то, что Он дает не то, что я хочу, а то, что мне на самом деле надо. вот мы не всегда знаем, что Бог нам дает для нашего блага. Но давайте научимся за все благодарить. Вот тогда и будем всегда радоваться. благодарю. Спасибо.